Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим психотипы, которые манипулируют. И хотелось бы, соответственно, обратить ваше внимание вот на что. Манипулирующие психотипы не значит плохие. Значит, вы должны от них ждать этих манипуляций. В чем-то человек может быть очень хороший, просто он не умеет подавать информацию напрямую, сказать открытым текстом, допустим, я тебя хочу по пунктам, как эпилептоид, 1, 5 или 10, или он может думать, эпилептоид тоже может манипулировать, не говорить по пунктам вам, а просто может думать, что вы не согласитесь, и, соответственно, таким вот путем как-то вами манипулировать. Эти манипуляции бывают разные, так как у эпилептоида базовая эмоция, все-таки такая какая-то негативного окраса ближе к агрессии, манипулирует он путем шантажа, компромата или просто создания давлением перед страхом физической какой-то силы даже бывает. Да, но в основном это мы, мужчины, любим в это поиграться. То есть, напрямую он может этого не показывать, но будет понятно, что он здесь не против кулаками помахать и все дела. Даже женщины некоторые и так делают эпилептоидки. То есть, соответственно, эпилептоид, он вот такой вот, он немножечко конфликтный, конфликтный товарищ. Вот, значит, нарцисс не идет на прямой конфликт, все его манипуляции очень-очень жестко закручены, и вы всегда будете думать, что эта идея пришла вам в голову, скорее всего. Это помните, как это в этих мультиках, и, по-моему, Иван Васильевич меняет профессию, очень часто с царем вот такие сцены. Царь-батюшка, а вы не хотели бы, чтобы народ много хлеба уел, и вам за этот день их платил? А царь-батюшка сидит такой, точно, выращу пшеницы там, еще что-то, нужно, чтобы народ много хлеба уел. И рядом этот нарцисс стоит такой, да, какой вы умный, царь-батюшка, это вы так здорово придумали. В Алёше Поповиче там что-то такое было, то есть, да. Соответственно, нарцисс, вот он действует очень тонко. Ну, это, конечно, я так немножечко карикатурные примеры привожу, но у нарцисса будут достаточно тонкие манипуляции. Также могут быть связаны, конечно, если это необходимо, шантажом, компроматом или чем-то еще. Но, как правило, он просто прибегает все-таки ближе к психологии, да, к психологии. И очень здорово у них удается запутать жертву, замучить, закидать ее разными фактами, чтобы она вообще не понимала и не догадывалась, что от нее хотят, от этой жертвы. Опять же, нарцисски, женщины тоже бывают, их много не забывают. Значит, что еще? Паранояльный. Паранояльный готов пойти на убийства, на уговоры, на подкуп, на шантаж, на психологию. Не знаю, на крещение Руси, на раскрещение Руси, на, не знаю, пьянку, наркотики и табак курение, только для того, чтобы достичь своей цели, дорогие друзья. Ну, это я так, конечно, немножко тоже все очень ультрирую, но, действительно, он согласен на все, чтобы достичь своей цели. Иначе он не паранояльный. Вспомните фильм «Таксист», где парень, в конце концов, с Робертом Де Ниро «Таксист», где парень, в конце концов, умер, да, имея вот такую паранояльную. Он знал, что его могут подстрелить и так далее, рисковал своей жизнью, но вот так. Соответственно, если паранояльный более интеллектуально развитый, смотрите сериал «Карточный домик», лайфхак. Если, как там, посмотрите, ведут себя паранояльные, посмотрите вообще «Карточный домик», сериал, и расскажите мне, сколько манипуляций вы там увидели, великое же множество, да? Напишите, кто смотрел примеры, которые вы видели этих манипуляций. Я всегда на консультациях советую смотреть «Карточный домик», чтобы лучше въезжать в манипуляции и различать манипуляции, потому что у паранояльного это подкуп, на втором месте шантаж и давление. У эпилептоида на первом месте шантаж и давление, дальше подкуп, дальше психология. А все-таки у нарцисса на первом месте это психология. И нарциссы, они очень жадные, поэтому на подкуп они не пойдут, и они очень трусливые, поэтому на шантаж они тоже не пойдут. У них остается только какая-то психология, какие-то обещания туда же могут включаться и так далее, но без реального кэша. Нету вот этого «шоу на зе мани», да? То есть, если может показать, допустим, деньги, может показать какой-нибудь там, не знаю, эпилептоид действительно может бросить эти деньги на стол, показать их там, показать, что они у него есть, что он еще заплатит, если как-то пронояльный может продемонстрировать эти деньги, да, то нарцисс, он не пойдет вот на такое доверие, да, он все равно будет какими-то обходными путями, даже если он заплатит эти деньги, они платят, даже имея эти деньги, даже вот 5-10 раз у него будет больше денег, они, как правило, редко платят за ранее, да, как-то у них все, и вот это вот дело страдает, если, конечно, они в такой уже стадии яркой акцентуации. Вот, значит, вот так вот манипулируют, три темная триада такая, да, вот, ну, психопаты тоже можно поговорить о них, но, в принципе, психопаты чем-то похожи на проноялов, да, и мы говорили, что проноялы часто психопатические акцентуации ловят, поэтому здесь вот все очень рядышком стоит, дорогие друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, и да пребудет с вами здоровье, а я вас, конечно же, жду на своих консультациях онлайн.